МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале ОТС новости утро. В студии работает Светлана Антимонова. Здравствуйте. В этом выпуске вы узнаете о том, как отмечать День работника торговли, о клубе экспортеров и о семейных взглядах на быт. Но обо всем по порядку. Больше полутонной продукции отдали на дегустацию новосибирские компании в честь Дня работников торговли. Праздник проходил на площадке одного из продовольственных предприятий региона при участии областного Минпромторга и Федерации рестораторов и ательеров Сибири. В выставке дегустации приняли участие 40 местных производителей, в том числе племзавод «Ирмень», «Купинское мороженое», «Инской хлебокомбинат» и другие. Отмечу повышенное внимание к отрасли торговли в нашем регионе не случайно. Все потому, что в сфере работает четверть миллиона человек, которые обеспечивают более 15% валового регионального продукта. Помощь в экспорте продукции в Новосибирской области будут оказывать по-новому. В регионе создали областной клуб экспортеров. Он функционирует на базе центра «Мой бизнес». Сотрудники клуба помогут предпринимателям оперативно узнавать о мерах господдержки, а также обмениваться лучшими практиками. Как считают в региональном Минэкономразвитии, это позволит компаниям системно подойти к разработке собственного экспортного проекта. Встречи с представителями бизнеса на базе центра будут проводить ежеквартально. Членство в клубе добровольное и бесплатное. Зерно еще зреет в полях, а аграрии уже готовятся к уборке. Приводит в порядок токовое хозяйство. Реконструируют зерносушильные агрегаты, ремонтируют и строят новые амбары для хранения зерна. Ток можно считать сердцем хозяйства. Тут круглый год идут работы по очистке и сохранению всего урожая. В хозяйстве Урюмское десятилетиями путь зерна от комбайна до амбара состоял из нескольких этапов и занимал немало времени и трудовых ресурсов. Логистически оно поступало в склады, со складов на завальную яму маленькими машинами. Просто-напросто теряли время и деньги, когда высыпали в склады, со складов на бункера, высыпали на подработку. Теперь эту операцию как бы мы устраним. В эти дни идет реконструкция завальных ям, обновление очистительных машин зерносушильного агрегата и новая эстакада, которая рассчитана на прием машин с большей грузоподъемностью и бункером объемом 50 тонн. Это позволит сократить время по очистке зерна. После яма подработка склад. В эти дни рабочие завершают монтаж конструкций. Весь материал был, ну и все, что надо. Изготовили сначала конструктор, потом начали его собирать уже. Готовую эстакаду. Соседнее хозяйство Урюм славится богатыми урожаями. Чтобы зерно сохранять в товарном виде длительное время, там строят новый склад для его хранения в высоких буртах. Бетонные стены, полы. Закупили специальное оборудование, которое обеспечит сохранность качества злаков. Сегодня есть шнеки, активное вентилирование. Это вентилятор и шнек с мелкой перфорацией на метровой, там, ну, грубо говоря, метр в глубине. Его вкручиваешь в бурт любой высоты и отрабатываешь там сутки, двое, трое. В зависимости от температуры на улице, от влажности зерна. То есть мы так работаем уже два года, три. И сохраняем все зерно, охлаждаем без лишней перевалки, без лишних трусозатрат. Во всех хозяйствах региона идут ремонтные работы на таках. Аграрии активно готовятся к уборке нового урожая. Александра Ширудила, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Россиянки считают, что работают по дому больше, чем их мужья. Это рассказали эксперты сервиса «Суперджок». Они провели опрос и выяснили, равные распределения домашних обязанностей чаще всего можно встретить в семьях, где супруги зарабатывают поровну. А там, где кто-то получает больше, кто-то меньше, бытовое неравенство налицо. Но примечательно, 56% мужчин уверены, что бытом оба члена семьи занимаются в равной степени. А 57% женщин, наоборот, заявляют, что тянут все на себе. Детские 10 тысяч в Новосибирске вновь будут выплачивать семьям с 16 августа. За одну неделю сибиряки подали больше 230 тысяч заявлений на помощь от государства. По предварительным подсчетам, в ближайшее время за помощь обратится еще столько же семей. Напомню, согласно условиям проекта, на финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, в которых есть дети от 6 до 17 лет, или дети с ограниченными возможностями здоровья от 18 не старше 23 лет. Еще одно необходимое условие – гражданство Российской Федерации. По данным Пенсионного фонда Новосибирской области, из всего объема поданных заявок отклонено менее процента. Подать заявление на выплату можно через госуслуги или же лично обратиться в отделение Пенсионного фонда. 17 тысяч сентября сена, 50 тысяч сенажа необходимо заготовить этим летом аграриям хозяйства Урюмска в Сдинском районе. Механизаторы своевременно вышли на сбор сочных кормов и уже выполнили 92% плана. Травы, скошенные в волки, радуют глаз. Объемные, сочные, зеленые. Алексей Данилов за смену убирает не меньше 30 гектаров. А это почти 500 тонн зеленой массы. Все для нас. Нынче погодка такая сделала хорошо. Думали, что засуха будет. А оказалось, наоборот, видите, что-то обычно. И урожай хороший у нас, и кукуруза, и свинаж. Так что мы довольны. Больше 120 сентября с гектара. Считанные минуты и трактор с полным кузовом отъезжает от комбайна. Таких рейсов Алексей Осельборн делает не менее 17 в день. Вот за день я заготавливаю кормов одной корове на целый месяц. На заготовке сенажа простоев нет. Механизаторы в поле работают по 16 часов. Перерыв только на обед, который доставляют в индивидуальных термосах прямо к технике. В Урюмском стадо в полторы тысячи голов. Каждая третья корова на круглогодичном стоиловом содержании. В самом разгаре заготовка второй волны сенажа. Первая это была у нас люцерна, донник и спорцет. Почти 40 тысяч центров заготовили. Но сейчас где-то однолетних трав, это зерносмеси, зерносмеси где-то должны заготовить до 60 тысяч центров, чтобы обеспечить подушку безопасности где-то на полтора-два года. Весь полный объем кормов и охота их иметь и хорошего качества эти корма получить, чтобы в конечном итоге хорошую продуктивность от животных. Сегодня корма заготавливают во всех хозяйствах Сдвинского района. Освоили половину плана по сенажу, а это больше показателя прошлого года. Любовь к даче и огороду достойна того, чтобы отразить ее в резюме. По крайней мере так считают 2% новосибирцев, которые указывают этот факт в своих анкетах. Как сообщает HeadHunter, в принципе по стране дачниками считают себя почти 50 тысяч соискателей. Что не так уж много, особенно если учесть, что больше треть из этого количества приходится на Москву и Московскую область. Наш регион по этому показателю всего лишь на 10 месте. Чаще всего в даче и огородом увлекаются продажники, юристы, административный персонал и строители. Дачные участки все больше становятся похожи на место для загородного отдыха, нежели на территорию, традиционно занятую посадками различных культур и садово-ягодных растений. Об этом говорит исследование компании Авито. Место грядок с огурцами все чаще занимают беседки и шезлонги. По мнению экспертов, это следствие пандемии. Россияне кардинально изменили свое отношение к летнему отдыху, сменив за границу на дачу. И шведскому столу предпочли шашлыки на природе. Эксперты оценили, чтобы преобразить дачу вместо летнего отдыха, новосибирцам понадобится больше 90 тысяч рублей. В целом же по стране стоимость наиболее популярных для дачи товаров составляет 82 тысячи с половиной. Все большую популярность среди горожан получают поездки на городской электричке. Пассажиропоток вырос до 530 человек в сутки. Напомню, поезд следует от станции Пригородный простор до Новосибирск-Восточный. Чаще всего пассажиры едут из Ленинского и Центрального районов, Дзержинский и Калининский. Чтобы улучшить транспортную доступность, сотрудники регионального Минтранса проводят беседы с руководителями предприятий. Напоминают расписание поездов и где они останавливаются. А также исследуют способы проезда пассажиров до места работы. По итогам анализа в 2022 году, возможно, скорректируют маршруты электрички. Шесть современных школ построят в молодых микрорайонах Новосибирска. По данным мэрии, город вошел в первую очередь программы нацпроекта образования. В результате чего сибирская столица получит 6,5 миллиардов рублей на строительство учреждения образования. Таким образом, по убеждению городских властей удастся существенно улучшить ситуацию с дефицитом мест в школах. Возведут новые объекты в микрорайонах Демногорске, Чистая Слобода, две в Просторном, а также по одной на улице Пролетарской и в Плющихинском жилмассиве. Всего появится 5 775 мест для школьников. Разработчик мобильных приложений, веб-аналитик, продукт-менеджер. Жители региона смогут освоить востребованные IT-профессии, не выходя из дома. Обучение проходит в онлайн-формате. Запись уже открыта. Половину стоимости курсов компенсирует государство в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». Получить IT-образование могут люди старше 16 лет, имеющие минимум средне-специальное образование. Оператор проекта – университет 2035. На платформе уже несколько десятков разных программ подготовки специалистов. Первый набор начнет грызть гранит IT-науки уже в августе. 17 килограммов молока в день на одну фуражную корову. В нашем регионе установили новый исторический рекорд. Таких высоких показателей фермеры достигли в июле этого года. По молочной продуктивности Новосибирская область – один из лидеров в стране. В 2021-м животноводы области надоели уже 362 тысячи тонн молока. Это почти на 9 тысяч тонн больше, чем год назад. Увеличить валовое производство удалось за счет роста продуктивности стада, говорят сельхозпроизводители, и эффективной племенной базе скота. Рекордсмены по надоям в нынешнем сезоне – Черепановский, Доволенский, Маслянинский, Новосибирский и Сдвинский район. Пока нынешние олимпийцы соревнуются на играх в Токио, олимпийских чемпионов прошлому можно увидеть на выставке, посвященной победам новосибирских атлетов в главном спортивном турнире планеты. Причем посвящена выставка, проходящая параллельно олимпиаде, именно летним дисциплинам. Награды, фотографии, предметы экипировки и спортивного инвентаря выдающихся атлетов нашего региона можно увидеть в одном из торговых центров города. Александр Карерин, Станислав Позняков, Михаил Алаян, Любовь Шутова и другие герои олимпиад предстанут перед зрителями выставки в новом свете, буквально в разрезе момента, когда они завоевывали свои главные медали. Кроме того, экспозиция дополнена и уникальной коллекцией, посвященной олимпиаде 1980 года в Москве. Выставка, подготовленная Новосибирским краеведческим музеем, открывается сегодня и продолжит свою работу до 15 августа. А у меня на этом все. Развитие событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами.